Я рад приветствовать вас на своем канале, дорогие друзья. Это видео хотел рассказать о том, какие отличия существуют между канадской технологией и финской. Это самые распространенные технологии каркасного домостроения. И хотелось поподробнее остановиться на каждой из них, в чем плюсы, в чем минусы, и какая предпочтительнее относительно другой. Хотел показать сначала на основании книги Пономаренко «Каркасный дом. Пошаговое руководство» как выглядит каркас по канадской технологии и по финской. Канадская технология представлена слева. Здесь мы видим систему платформы. Собирается нижняя платформа, выстраивается этаж, перекрытие. Потом идет на втором этаже также платформа перекрывается и строится мансард или второй этаж. По финской технологии, с одной стороны, все намного проще. Ставятся стойки на всю длину дома. И потом уже настраивается на эти стойки перекрытие между первым и вторым этажом. Теперь хотел остановиться конкретно на каждой особенности и в чем отличие канадской технологии от финской. Ну, во-первых, самая первая и такая основная причина – это легкость в монтаже. Почему? Потому что стойки по финской технологии достигают до 6 метров, поскольку они идут на всю длину дома. И монтаж сопряжен с определенными усилиями. То есть намного сложнее работать с таким каркасом. То есть это первая причина и, казалось бы, такая довольно-таки веская, особенно для рабочих. Вторая причина – это ровность конструкции. Поскольку 6-метровые доски довольно-таки сложно найти ровные. Особенно ввиду того, какая у нас ситуация в стране с лесом. Поэтому, если мы будем набирать каждый этаж отдельно и отбивать его платформой и строить сверху следующий этаж, это намного проще, намного ровнее конструкции у нас будет, поскольку намного проще найти 3-метровые доски, чем 6-метровые. Вот. То есть это вторая причина и довольно-таки немаловажная, поскольку дом получается намного ровнее, благодаря тому, что 3-метровые доски легче найти, чем 6-метровые. Третья причина – перекрытие намного прочнее. Это такая довольно-таки существенная причина и, можно сказать, основная. То есть основная причина – отличие каркасного домостроения от финского. Ну, теперь поподробнее, то есть в чем это заключается. То есть вот здесь вот мы видим по канадской технологии первый этаж делается обвязка, обвязка, потом настилаются лаги, и обвязка идет уже лежнее второго этажа, собирается стойки каркаса второго этажа. То есть в данном случае пол у нас лежит на первом этаже, лаги заходят на стойки, то есть это намного прочнее, и то есть никогда не просядет такое перекрытие, то есть оно лежит полностью на первом этаже. По финской технологии мы видим, с одной стороны намного проще, то есть нашивается вспомогательная доска для лаг, и на нее укладываются лаги. Но с другой стороны это сопряжено с определенными трудностями в дальнейшем, что может проседать в зависимости, насколько мы прочно закрутим эти доски для лаг, что они в дальнейшем могут и скрипеть, и проседать. То есть это основной такой минус финской технологии. И я считаю это такой существенный минус. Вот в принципе хотел что сказать. Вот эти основные три причины. Кому было интересно и кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!